11 февраля умерла популярная певица Уитни Хьюстон в возрасте 48 лет. Уитни пела популярный в прошлом хит в фильме «Телохранитель», где она сыграла вместе с Кевином Костнером. Согласно книге рекордов Гиннесса, Хьюстон является артисткой с самым большим количеством наград. Результаты полицейского расследования показали, что причинами смерти певицы стали утопление, атеросклеротическая болезнь сердца и употребление кокаина. Умерла Уитни в гостиничном номере отеля Беверли Хилтон в ванной комнате. 3 сентября умер Майкл Кларк Дункан, 55-летний американский актер, сыгравший в фильмах «Зеленая миля», «Сорви голова» и другие. А также он озвучивал амбала Уилсона Фиска, он же Кингпин, в мультфильме «Новый человек-паук» 2003 года. В ночь с 12 на 13 июля 2012 года у Майкла Дункана случился инфаркт и остановка сердца. Его подруга вызвала скорую и провела необходимые реанимационные процедуры, в результате чего сохранила ему жизнь. 3 сентября 2012 года Дункан скончался в Лос-Анджелесе, так и не восстановившись после серьезного инфаркта. 21 сентября скончался Малыгин Григорий Алексеевич, 42-летний российский шоумен, актер, режиссер-постановщик развлекательных мероприятий, а также капитан команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта». Этого я не знал, и для меня это стало большой неприятной неожиданностью. Я помню, как Гриша прикалывался на разминке КВН с императором КВН Александром Басляковым-старшим. Во времена детей лейтенанта Шмидта он был очень популярен. Читая следующие подробности, я офигел. В июле 2012 года Григорий подвергся хулиганскому нападению, грабежу и жесточайшему избиению. Виновники остались неизвестными. Несмотря на крайне тяжелое физическое состояние, Малыгин активно проходил реабилитационные процедуры, лечился и строил планы на будущее. В августе 2012 года Григорий выступил на фестивале юмора и эстрады. Состояние здоровья актера оставалось тяжелым. 21 сентября 2012 года Григорий скончался в собственном доме в Москве. Причиной назвали остановку сердца. 30 августа умер в возрасте 79 лет Кваша Игорь Владимирович, телеведущий, передачи «Жди меня» и радиоведущий. Игорь Владимирович умер в четверг 30 августа 2012 года в 17 часов по Москве. От легочного сердца, вызванного гнойным бронхитом на фоне хронической и обструктивной болезни легких. В 36 лет умер Сейдж Сталлоне, сын киноактера Сильвестера Сталлоне. Сейдж был найден мертвым в пятницу 13 июля 2012 года у себя дома в Лос-Анджелесе. По некоторым данным, на момент нахождения тела актер был мертв уже не менее трех дней. 30 августа 2012 года было сообщено, что причиной смерти Сейджа стал сердечный приступ, вызванный атеросклерозом. 12 декабря умерла от осложнений после инсульта, включая пневмонию, Кустинская Наталья Николаевна. 74-летняя советская и российская актриса театра и кино. Вам наверняка она известна из фильма по этой фразе. Алло, Галочка, ты сейчас умрешь! После смерти сына Наталья Кустинская впала в продолжительную депрессию. Несколько лет актриса страдала остеоартрозом и сильно располнела. В 2010 году после приступа радикулита упала в ванной и получила травму позвоночника. В декабре 2012 года с диагнозом пневмонии попала в реанимацию Боткинской больницы в состоянии комы. 10 декабря перенесла инсульт, умерла 3 дня спустя в возрасте 74 лет, не приходя в сознание. Вот эти слова... Принадлежат первому космонавту, вступившему на Луну. 20 июля 1969 года, вместе с командой экипажа Аполлон-11. Хотя есть мнение, что высадка на Луну американцев была фальсификацией, направленной на развал СССР, чтобы СССР бросился в гонку за освоение космоса и все деньги потратил на бесперспективную космическую программу. 7 августа 2012 года Армстронгу была сделана операция аорто-коронарного шунтирования. Однако 25 августа из-за возникших после операции осложнений он скончался. Британский прихмахер, известный нам по фразе «Видал Сосун Уошен Гоу» Так вот, Видал Сосун – это британский прихмахер и предприниматель. Шампунь корпорации Проктор энд Гэмбл выпускался под его именем. Также «Видал Сосун» основал Международный Центр по изучению антисемитизма с целью создать мир более безопасным местом для еврейского народа и не допустить повторения Холокоста. «Видал Сосун» умер в собственном доме на Малхолланд-Драйв в Лос-Анджелесе. По заявлению представителей городской полиции смерть наступила по естественным причинам, но затем СМИ сообщили, что у «Видал Сосуна» была диагностирована лейкемия. 72-летняя киноактриса Кэтрин Джустон, которая известна отчаянным домохозяйкам как Карен Макласки из стиля сериала «Отчаянные домохозяйки», умерла от рака легких 2 июня 2012 года. Через 20 дней после выхода эпизода сериала «Отчаянные домохозяйки», в котором от рака умирает ее героиня – Карен Макласки. Если понравилось это видео, то не стесняйся подписываться на канал, чтобы смотреть новые видео на эти темы. Не забывайте выражать свое мнение лайком или дизлайком, а если есть что сказать, то не держи это в себе, а напиши в комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok